В складе мониторинговой группы – сопрационники Министерства и Федеральная служба судовых приставов Российской Федерации. Группа створена четыре года тому решением объединенной коллегии Министерства юстиции Беларуси и России. Мета – вывышение законодательства и практики его применения в сфере промышленного выполнения обеденных стран. В частности, по итогам общения с нашими российскими коллегиями, они внедрили такой способ ограничения прав должников, как ограничение права управления транспортными средствами в отношении лиц, уклоняющихся от оплаты алиментов. Мы, в свою очередь, изучаем практику введения инфобанка данных исполнительных производств, соответствующий ресурс уже у нас создан. На парадку дня – пытание испогнание алиментных обовязков, унесение изменений, уяснующее походнение, выконание решений у суда по пытаниях с находиванием детятия после развода и иншее. Сейчас мы обсуждаем, в том числе, и новое соглашение в рамках этой мониторинговой группы об упрощенном порядке исполнения всех исполнительных документов наших судов, только касающихся экономических споров и алиментов. С нашей стороны, соглашение уже подготовлено, прошло все внутригосударственные процедуры. В настоящее время это соглашение находится на территории Российской Федерации, и соответствующая процедура проходит там. Один из приоритетных накерунков – информатизация Галины. Сейчас припрацовывается несколько стратегических документов. Например, проект по гаднению в межах ЮРАЗС, в сфере информационного обмена и иншее. Мы максимально внедряем в сферу нашего и органов принятых исполнения страны максимальной информационной технологией. В том числе и СМС-оповещение. С Нового года мы рассчитываем на максимальное взаимодействие с банковской системой, чтобы простить взыскание как физических, так и юридических лиц. В основном доступе сегодня реестр запозраченности. В Беларуси любая особа, мающая особистые дадзины, может поглядеть цимае целую запозраченность по выконаучих документах. В Российской Федерации так само и сною банк данных, выконаучих вытворчастей. Евгений Мороз, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова